Посоветуйте книги по бедютам. По бедютам. Бедютные книги. Есть у тебя любимые бедютные книги? Ой, у меня есть такая раритетная книга дома. Как это? Французская защита, только она вся на немецком. Я там не понимал ни слова. И она где-то 30 примерно 5-го года выпуска. Я вот по ней изучал французскую и очень удивлялся, когда я не выходил из дебюта иногда. А, в кандидатском турнире, да? Ну, можно сказать и так, да. Мне дали шах. Ну, надо уйти. Шах меня, как говорится, пленил. Ну, да, я уйду, что у меня остается. Пошли они солнцем палимые, как говорится. Ничего, пока пешка на Е5 жива. Пока она жива, а потом уже хоп и все, и поминай, как звали. Мы будем верить, что она останется на доске. И сразу ловила самое главное в нашей игре. Мы будем верить. Потому что... Ну, в крайнем случае сопер. Если мы не будем верить, мы вообще непонятно, что здесь делаем. Что мы здесь забыли? Безусловно. Ну, вот Вера. Так сказать. Так, по Бедютам мы узнали любимую книгу. По Бедютам... А по Метершпилю и Эншпилю? По Эншпилю, наверное, и по Метершпилю Марк Израилевич Дворецкий. Вне конкуренции его книги. Ну, я вот в детстве учился, по-моему, по книжке Панчинга, по Эншпилю, а книжек Дворецкого у меня, по-моему, просто не было. Это был довольно большой раритет, по крайней мере, у нас в Брянске. Вот. Так что... Так, ну ладно. Пешку вперед тоже пойду. Аж четыре. Надо ладью развивать, пока я слышу. Такая зеленая, да, Ян? Был вопрос, какую доску, какого цвета ты предпочитаешь на Часкоме? Ну, у меня вот на стриме она неудобного цвета, но такая желтовата, не знаю. Ну, короче, мрамор написано. Марбл. Марбл. Вот. Но, конечно, деревянная лучше. Но у меня немножко дизайн весь канала такой, своеобразный. Может, надо будет его поменять. Можно спросить у Яна, есть ли вообще какие-то способы победить Накамуру в интернете? Почему он практически никогда ничего не зевает? Да нет, он довольно много зевает, но он просто... В целом у него такой стиль, что очень все дружно стоят. Так, ну давайте, например, Михаил, например, 40-96. Да нет, ну просто такой стиль. Ну, вообще, на самом деле, шахматисты, мне кажется, позиционного стиля, которые играют очень крепенько, да, то есть там все у них всегда защищено. Они в Близ показывают более убедительные результаты, чем такие шахматисты остротокующей тактики и прочее. Мне вот так кажется всегда. Так что лучше играть так надежно, чтобы заранее защитить дважды ту клетку, на которую соперник хочет только в первый раз напасть. Так, ну это система Шлехтера, кажется, да? В принципе, мне всегда казалось, что говорящее название Шлехтер, да, то есть это Zer Schlecht. Переводясь немецкого, Шлехтер это плохой. Вот. Так, ну про турнир претендентов, позвольте, мы не будем возвращаться к этой теме, потому что мы ее так мельком, но уже обсудили. Спрашивают, какой, Яна, любимый клуб по футболу вне России? Ну, вообще, раньше я как бы, ну в каждом чемпионате у меня был, как это и есть, любимчик. То есть, ну, грубо говоря, в Испании Барселона, да, то есть в Англии, наверное, Ман Юнайтед, в Италии Ювентус и так далее, да, то есть вот, ну сейчас в основном за Барселону переживаю, за остальных уже как-то понятнее. Спрашивают у Яна про Воина на Аватарке, на Часкоме. Кто это? Так, это из игры World of Warcraft. Один из довольно важных персонажей, это король Вариан Рин. Вот, ну, кто хоть раз играл, тот знает. Кто ни разу не играл, тому сложнее, потому что это, ну, то есть, такой довольно известный персонаж, но, как говорится, широко известный в узких кругах. Я стараюсь, Яна, отвлекать этими вопросами. Работает ли Ян с психологом? Вот такой вот вопрос. Хитрый. Да, именно, знаете, как там пытаюсь контролировать гнев, да? И другие сильные эмоции. Ух ты, то он опять. Ну, как-то мне пешку жалко стало, я не знаю. Я подозреваю, что это, может, не очень хороший ход, но победила жалость к пешке. Бэйсень пока. Как вы думаете, в современных шахматах, что сложнее в дебюте, уравнять черными или получить перевес белыми? Перевес белыми, конечно. Я думаю, это зависит от того, каким цветом играешь. Если перейти вообще на СММ, ну, совсем одна откровенность, то я думаю, что уравнять с белыми очень тяжело. Потому что часто, чтобы получить перевес, идешь на рискованные позиции, скажем так, да? Ну, то есть иногда суперкрепкие, конечно, но иногда и рискованные позиции, в которых, если соперник хорошо разберется, то просто получит еще черными получше и начнет играть на перехват. Это очень частый сценарий. И во многих турнирах вы можете заметить, если следите, что часто черные стартуют с каким-то сумасшедшим процентом очков. То есть ничьи и победы черных. Так вот было несколько раз. По-моему, вот в Загаде был турнир в прошлом году, этап Grand Chess Tour. И там, по-моему, в первом туре я вот выиграл черными у Ананда, Карлсон выиграл черными у Гири и так далее. И там где-то до середины турнира выигрывали только черные, например. То есть, может, белые там пару партий нажили. Потом стало выравниваться, но, в общем, такая тенденция осталась... Ну, давай, спасибо.